всем привет цены в рыболовных магазинах на прикормки и некоторые донные оснастки порой стоят чуть ли не по цене ювелирных украшений ну что ж сегодня сделаем кормак с драгоценными металлами и уловистую прикормку на карпа и карася которые будут собирать рыбу ничем не хуже чем в магазине а то и лучше и проведем тест на рыбалке понадобится пружинная нержавеющая проволока 1мм, отмеряю 50см проволоки далее понадобится вещица с прошлого видео когда я делал проваренный кормак, как я его делал подсказку оставлю в правом верхнем углу зажимаю вместе с проволокой шуруповерт, держа проволоку на тяжке произвожу намотку до середины переворачиваю и пробужу намотку в другую сторону уравняю витки отрезаю концы понадобится медная проволока, возьму ее из соленоида, зачищаю от лака понадобится медная проволока, возьму ее из соленоида, зачищаю от лака это такие большие чупа-чупсы наматываю проволоку на трубочку шлифую наждачной бумагой зернистостью 600 затем полирую обойлок пружину буду чернить льняным маслом, чтобы оно не было так заметно на дне опускаю пружину в масло и горелкой подогреваю до первого огня или дыма и сразу опускаю масло получается стойкое покрытие к истиранию при этом пружинные стойства нержавеющей проволоки сохранены пробовал чернить, продержал 1 час в аккумуляторном электролите но мне попалась кислотностойкая нержавейка и ничего не вышло далее понадобится USB кабель с двумя крокодильчиками для удобства повербанк электролит для серебрения и изолочения 999 пробы графитовый сердечник от пальчиковой батарейки на один конец наматываю вату нехромовая спираль на 1 кВт наливаю немного электролита в крышечку плюсовой контакт от пауэрбанка присоединяю к графитовому электроду а минусовой через нехромовую спираль произвожу золочение и серебрение медной проволоки слой серебра и золота на поверхности всего пару микрон это достаточно бюджетно если конечно не разливать электролит подобную технологию применяют в копеечной бюджетерии с позолотой ссылку на электролит где можно купить я оставлю в описании отрезаю личную трубочку завожу внутрь пружины в конце трубочки уплавляю в конце трубочки уплавляю расплавляю свинец крупнозернистой наждачной бумагой зашкуриваю груза отправляюсь на реку где буду в основном рыбачить на этой снасти дно каменистое с ракушкой набираю грунта промываю от мелких частиц сушу замешаю 5-минутную эбоксидную смолу по металу замешаю 5-минутную эбоксидную смолу по металу наношу на груз посыпаю промытым и высушенным грунтом сырьки пальцем прижимаю торчащие ракушки пальцем прижимаю торчащие ракушки замешаю эпоксидную смолу по вешенной твердости я ее использую для финишного покрытия воблеров покупаю в алиэкспрессе грузик зажал шуруповер и так оставляю вращаться на 2 часа спустя ночь смола отвердела на полной крепости она набирает через 48 часов вес груза 70 грамм привязав груз отступаю 30 см делаю петлю для поводка делаю 5 оборотов противоположную сторону петли завяжу в центр rapture провожу через кормушку делаю вторую петлю рядом провожу через кормушку Вдеваю петля в петлю Снасть в сборе Ловить я сегодня буду на самодельную кашу, на карпа и на карася На карпа я провалил пшено 15 минут и засыпал тремя частями жареной макухи А на карася перловку провалил 30 минут и засыпал двумя частями жареной макухи И в конце добавил одну головку молодого чеснока Карасика я буду ловить на фидерное удилище фирмы Обей А карпа буду ловить на карповое удилище Обей длиной 360, тест 80-200 грамм Ссылку на удилище и катушку оставлю в описании В этом году тестирую новую леску на карпа, хамелеоновую, леска невидимка Очень крепкая, она вообще для нахлыста идет, но и для карповой рыбалки хорошая И так время тестировать кормочки В серебряный кормочок я добавляю кашу на серебряного карасика А в золотой кашу на карпа Эта каша, кстати, годится хорошо и для поплавочной рыбалки и рыбалки на донку Из ножевок и насадок у меня будет червь навозный, опарыш и пуф в трех разных вкусах Также тигровый орех и горох Это все снизу, это на карпу Буду пробовать У тигрового ореха немного сверху отстрежу кожицу И так же прикрою одним опарышем Далеко бросать не буду Карповую катушку включу на байтранер Поклевка на фидер Была поклевка на фидер, камера была выключена Ого, карасик Есть Поклевка на фидер Интересно взвесить сколько он 585 грамм Красиво Класс В Алиэкспрессе прикупил Новый садок Доставка 6 дней Вообще быстро Ваши Поклевка на шерсти Маловат Класс 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 Ого на карповичок поклевочка сразу есть интересно кто карасик или карпик капец кумыш повел карпушат, да? не понял, а что это? что-то я такого клевого вообще не ожидал толстолоб или что? да? ого! в часе торпедка толстолоба я еще никогда не ловил ох, капец какой же ты страшненький да что ж такое, а? покажи нам что клюнул ну все честно взял на взял именно пуфик взял короче вон на тигровый орех ого ну 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 а капец ну а что ж такое, ну первый мой толстолобик в жизни я только начал рыбалку это вообще ну что продолжаем тестировать кормочок аж так адреналина прибавилось резко тут такого карася и сразу толстого лова сильный сильный еще один карпуша взял этот раз зеркальный взял горох на месте на пуфика взял медового ну что ж последних полчаса уже не клюет я сегодня вышел только на три часика на рыбалку протестировать кормочки так сказать провести первые тесты рыбалку в принципе я доволен посмотрим на улов два карпика один зеркальный и такой карасик первый мой пол столовик жадничать я не буду норму вылова никто не отменял так что этого карпика и этого карася отправляем назад домой тем более зеркальный намного вкусней карпик божечки надеюсь видео понравилось и было полезным спасибо за просмотр всем пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр я пока